Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Приветствую вас именем Перуна, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Сегодня у нас разбор некого произведения, вернее главы из этого произведения Людвига Кжвицкого «Антропология и психические расы». Это произведение, так сказать, ковалось в конце 19 века, начало 20 века, когда развивалась наука и особенности метод познания наук, исторический материализм. И вот польский исследователь написал очень интересное произведение по поводу различных психологических формирований, опираясь от базиса экономического. То есть экономический базис, общественное бытие формирует наше сознание, как мы все с вами знаем. И, собственно говоря, если вы углубитесь в чтение этой книги, вам будет интересно узнать о том, почему определенные расы, народы, по-разному называют, они имеют свои определенные антропоморфные признаки и свое определенное сознание. И что, например, когда горцы, которые пасли овец в горах, переселяются в города, то их мутация все равно происходит несколько хуже, чем, например, у тех, которые жили, скажем так, ближе к речкам, землевладением занимались и так далее. То есть ближе в итоге к городу. Потому что нервно-рефлекторные вот эти моменты в нашей мозговой деятельности, они передаются из поколения в поколение. Так устроена генетика у человека. То есть определенные вот эти вот признаки, они накопляемые. В ведической среде это часто называются законами Рита. То есть законы образа духа и крови. Но ученые, скажем так, в современном мире вряд ли дадут при современной буржуазной власти какое-то научное определение этим всем моментом, ну разве что в своих каких-то конъюнктурных интересах, частных интересах, в своих собственных институтах. И возможно они просто это скрывают от масс, чтобы массы себя не осознавали. Ну вот, зачитаем девятую главу, которая называется Тут это все, скажем так, некие предположения и некоторые подтверждения этого периода. Как вы знаете, все эти моменты буржуазия использовала для развития человека ненавистнической идеологии, которая была использована в Третьем Рейхе для уничтожения, между прочим, арийцами арийцев. Ну потому что из любого человека можно воспитать все что угодно. Если у вас есть деньги, если у вас есть средства, если у вас есть капитал, в конце концов, не вы власть имущий, ваши предки были мега-бандитами в начальных, так сказать, эпохи только зарождения капитализма и сколотили свой первоначальный капитал, удержали его, расширили его, стали сначала нью-мани, потом олд-мани, то когда образуется возле вас мега-государство пролетарского типа, когда труженики-созидатели, каста-созидатели, можно даже так сказать, на некий такой условно-образный манер, потому что каста тоже имеет много значения самого слова, понятие оно преображается и изменяется, то против этой пролетарской державы была направлена вся мочь капиталистической Европы, которая, кстати, финансировалась не только из Европы. На языках арийских, тут в скобочках пишет польский ученый, индо-германских, ну тогда было принято считать, ну потому что в Европе более развита была наука, а в Российской империи она, ну скажем так, не то что тормозилась, ну можно сказать, да, тормозилась, потому что Российскую империю, мировой олигархат того периода, мировая капиталистическая закулиса, аристократические тоже эти все моменты, новые аристократы, они считали и делали из нее своего рода колонию, да, они, в принципе, эти любят повторять вот это вот, то, что они делают, но для них это нормально, они поставят везде своих местных говорящих голов, своих авангардийцев из капитала, раскидают, они сейчас очень хорошо справляются с поставленной задачей. Так вот, на этих языках говорит одна треть населения земного шара, тогда говорила, сейчас, конечно же, меньше. Сейчас это, по-моему, наверное, процентов, наверное, 15, может, меньше. Но они продолжают распространяться и охватывают в настоящее время почти всю Европу, за исключением немногочисленных оазисов на востоке, Сибирь, Иранское плоскогорье, Приднюю Индию до Виндийских гор, Америку, Океанию и даже Южную Африку. Современная семья арийских языков распадается на 9 групп неодинакового значения. Арии, ариями, то есть благородными называли себя древние индусы, древние иранцы, в отличие от покоренных народов. То есть они считали, я арий, я, значит, благородный. Это одна из вариантов возникновения слова арий. Кто-то говорит, как Сундакова, арии это те, кто на правом берегу жили, арийцы те, кто на левом. Но в сути своей это единоутробные практически братья. Ну вот как два брата родилось, ну давай я на левом берегу, ты на правом. Такое тоже могло быть. Либо арии это земля пашец тоже. Ар это земля по-старославянски. Ар тоже есть. Вот это арийцы, да, арийцы, хорийцы. Есть вот арусы, россины. Тоже есть такая интерпретация. Кто такие? Ар это белый тип людей. Вариантов очень много. Мы вот называем приблизительно вот некое расселение белых типов людей. Группы, составляющие семью арийских языков, следующие. Тут от общего идем к частному. Здесь не совсем от общего к частному. Здесь одна из самых объемных групп. Она представлена последней. Но начали все-таки с самой большой. Догадайтесь, какая. Вот так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Какая же эта группа самая большая? Где больше всего арийцев? Индустанская. Самая многочисленная. Она имеет 140-160 миллионов представителей в Передней Индии. Не удивляйтесь этому, камрады. Видите, индусы, они в ведах сохранили вот эти все моменты, пришедших к ним белых неких каких-то там полубогов, полубраха, ну, в виде мифологии. Там такое действительно присутствует. Эта группа распадается на несколько языков, столь различных между собой, как романские. И на несколько сот наречий. На индусском говорит 61 миллион. На языке бенгальском 22 с половиной миллиона. На маратском 10 миллионов. К этим языкам относятся и цыганские наречия. Да, не удивляйтесь, цыгане, они вышли от ариев. Иранская группа насчитывает 18 миллионов представителей. Самый распространенный язык новоперсидский. Помните, что мы сейчас зачитываем вам литературу, написанную на промежутке 19-20 век. Ну, не то, что на промежутке, но 20-й, можно сказать, век. Как бы уже окукленная, да, уже готовая в полном своем виде. Тоже же редакции наверняка были. Я вот нашел редакцию издания 2015 года. Так, далее. На этом новоперсидском языке говорят Персии, Кабуле, Герати. Простой народ в Бухаре. Родственные им языки следующие. Персидский, Харасани и Гузератте. Курдский в области озер, Вани, Урмия. Язык помирских горцев и осетинский. К этой группе принадлежат во многом нисходные языки афганских и армянских. Кстати, не обязательно то, что язык. Язык в древнем тоже славянском языке. Это было бы как понятие массы человеческой, то есть народы большие. Но народ тоже был другое, имел значение. Как говорит Сундаков, это слово нарративный возникло. Это было нарада, радники составляли. То есть это некие жрецы были народниками настоящими. А сейчас это все подменено, подмена понятий, изменение понятий. Язык постоянно, он не то, что он как бы в сути своей особо не меняется, но преобразуется. И не всякий по крови может быть, ну скажем так, русским, но говорить на русском языке. Такое есть, такое бывает. Даже большие группы людей могут говорить на русском языке, но русскими отнюдь не быть. И, кстати, так оно тоже в неком таком образном моменте получается, что законы Рита, образы духа и крови являются образами духа и крови, потому что по духу то ты наш, но по крови то ты не наш. А какая разница? Бывают часто так, что по крови они не наши, а по духу совсем не наши. Вот таких сейчас множество на улице ходит. Третья группа греческая и в настоящее время имеет всего 2,5 миллиона представителей в Греции, в некоторых местностях Европейской, Турции и Малой Азии. Да, не удивляйтесь тому, что вот эти все греки это арии. А вы что думали? Аристотель! Аристотель еврей там начинается вот это вот все. Ой, блин. Я вот когда говорю, что Платон и Аристотель это и есть ведичество, у меня для этого есть все основания так утверждать. Будем разбирать с вами поэтические воззрения славян на природу, доживем до этого, надеюсь. Вот там вот, да. Четвертая группа, Албанская, не имеет и 2 миллионов представителей и на западе Балканского полуострова. Это не что иное, как остатки прежней иллирийской группы. Пятая, Романская, до 130 миллионов. Она возникла из латинской. К ней относятся португальский, испанский, французский, провансальский, итальянский, ладинский, 500 тысяч в Граубюнском кантоне и в некоторых местностях Тироля и, наконец, румынский языки. Ой, это что тоже арии? Ой, как неожиданно! Ха-ха, да? Идем дальше. Тельтическая в настоящее время существует в виде вымирающих оазисов, бретонские языки, арморийский в Британии, гальский, уэльский. Ну, в Британии это там, где вот Астерикса и Абелик смотрели мультик. Вот это вот такой, вот такой отросточек. Вот это Британь. В Франции находится. Гальский, уэльси, галлический, ирландский. На чистом этом языке говорит 160 тысяч человек. На смешанном с английском 950 тысяч. Ерсийский в северо-западной Шотландии 400 тысяч человек. Большинство знает английский. Мэнский, это на острове Мэн. На нем говорит самая незначительная часть населения. Седьмая группа. Германская. До 120 миллионов представителей из древнего скандинавского языка образовался датский, шведский и норвежский языки. Готский язык исчез. Нижнегерманский язык положил начало фризийскому, английскому, нидерландскому языкам и нижненемецким наречиям, верхнегерманским. Кстати, если вы будете там с лингвистами и хотите пообщаться, они вам покажут, что английский язык современный весьма сильно отличается от очень древнего вот этого тысячелетней давности того английского языка. Там прям, ну, именно хотя бы в письме я видел, там сильные отличия. Ну, а российский, ну, не российский, а русский язык, да. Ну, вот примерно тоже есть такие некоторые моменты. Восьмая группа. Вот тут тоже такое сейчас это литовское. Литовцы, вы что, не знали? На литовском языке говорит 1,2 миллиона, на латышском 900 тысяч. Да, ну, то есть, латыши. Тоже, тут он разделяет. Правильно делаешь, разное. Вот. И девятое. Ну, наша, родная, родненькая, последняя, последняя плод держащихся, так сказать, которые в генетической своей памяти несут страну, государство тружеников, да. Это славянская. В ней отличают западную ветвь. В настоящее время существуют языки польский, ческий и лужский. И юго-восточный. На юге болгарский, сербо-славецкий. И на востоке самая большая это русский язык. И в современном мире это украинский язык. Ну, это я на 21 век уже добавил. То есть, славяне, словене, от слова текущего по венам. Некоторые из индо-германских языков очень жизненные и постоянно распространяются. Например, германский и славянский. Другие существуют в виде остатков. Спамрадический, например, кельтский. Впрочем, не только языки, как английский в германской группе и новоперсидский в иранской, но даже целые группы, например, индусская и романская, не что иное, как простые жаргонные наречия, утратившие первоначальное свое строение. Так что они стали непригодны для изучения строения первобытного арийского языка. Почти все арийские народы, за небольшим исключением, обладают усовершенственной техникой. То есть, мы уже сейчас о базисе говорим. Которая уничтожает тесную связь между природой и человеком. Существующей еще в Америке у туземного населения. Человек сделался до некоторой степени независимым от естественных условий. Но зато попал под иго техническо-экономического строя. Да, это отскоком оно идет путем диалектического закона отрицания-отрицания. То есть, человек говорит, ну не хочу я вот это среди болот шариться, лучше какой-то робот за меня пошарится или еще что-нибудь такое. Или пролетарий какой-нибудь. Кочевническая подвижность афганца, демократическое общинное устройство памирских горцев, кафиров и курдов, отчасти албанцев. Вот единственные более рельефные примеры прошлой жизни арийцев, обусловленные слабым развитием техники. Кафиры, это кафиры это неверные, но я не знаю сохранились ли кафиры, по-моему есть кафиры еще, да? Даже с самыми незначительными чертами своего быта напоминают жизнь индо-китайских горцев. В кафирстане на пространстве 5000 квадратных миль живет 100-350 тысяч человек, говорящих по крайней мере на 5 различных языках. Распадающиеся каждый в свою очередь на множество наречий, вследствие того, что каждое ущелье занято отдельной группой людей, враждебно относящимся к соседям. Ну, что-нибудь поделаешь, эксплуататорский строй. Хотя даже племена могут между собой просто враждовать из-за ресурсов. Ненависть к афганцам встречается у всех кафиров. Но это основа-таки, это начало 20 века. Кафиры, рассказывает афганец, убивают наших, где только могут. Взаимное истребление тех, взаимное истребление составляет главное из их занятий на границе их территории. Кафир до тех пор не считается мужчиной, пока не убьет врага. И только это дает ему право носить на голове знак возмужалости. Иногда они шайками с помощью веревок спускаются из своих горных гнезд, прыгают и карабкаются, как козы, из засады высматривают прохожего и нападают на него, кто бы он ни был. К ним же еще никто не проникал. Не ходи к ним. Ты можешь купить в Бадаххане кафирского мальчика, но не надейся, что ты мог бы войти в их пределы их страны, даже в качестве освободителя пленника. Один афганец купил молодого кефира, воспитал его и оказал ему много благодений. Затем возвратил ему свободу и отправил к родителям, полагая, что сопутствующие ему афганцы вернутся невредимыми. Юноша вернулся в свой дом, а провожаты его были убиты. Горные проходы усыпаны костями их врагов. Такое, кстати, тоже встречается в различных таких, ну, не слишком цивилизованных странах. Можно, наверное, так это назвать. Не знаю, как правильно. Сравнительное изучение корней, обозначающих различные изделия и предметы, которые те, то есть корни, встречаются у нескольких или всех арийских групп, дало возможность некоторой вероятностью воссоздать образ жизни про-арийца. Впрочем, некоторые исследователи чрезмерно идеализируют их прошлое. Ну, у нас был такой исследователь, который чрезмерно идеализировал, несмотря на всю мою любовь к нему, это Михаил Задорнов, он чрезмерно идеализировал про-арийские все эти моменты. Но, тем не менее, частью мой хвала за это. Сопоставление названия животных и продуктов скотоводства указывает на то, что источником существования про-арийцев было именно скотоводство. Война предпринималась с целью увода скота. Это санскрита гавристи, это желание иметь коров, то есть равно война. Вот как возникали первые войны? Да корову угнать у соседнего племени. Вождю давали прозвище пастуха, на санскрите это гопа, то есть пастух, коров, либо царь. Иисус Христос, Христос, царь всех пастухов. Ну вот, есть такой тоже вариант такой. Кроме того, им известны были бараны-коза. Они приручили собаку и возделывали ячмени. Сомнительно, однако, чтобы они занимались горнозаводством. Семья была у них патриархальная, религия состояла в поклонении природе, в особенности небу. Вот тут уже тоже поэтического зрения славян на природу начинается чувствовать Афанасьева. Дуаус, ну либо деос, дуаус, это небо, происходит от того же корня, как и зеус, юпитер, юпитерус, да? Везде этот уз, блин. Эти данные свидетельствуют о том, что образ жизни первобытных арийцев напоминал собой жизнь современных кафров или сомалийцев. Исходя из этих положений, мы можем прийти к выводу, что в самую отдельную эпоху, отдаленную эпоху, относительно которой лингвистика дает нам некоторые указания, арийское население насчитывало не более нескольких миллионов человек и распадалось на множество мелких племен, численностью в несколько тысяч или несколько десятков тысяч, говоривших на более или менее различных наречиях. Некоторые из этих наречий в течение веков исчезали, другие же положили начало современным группам арийских языков. Так, например, исчезло фракийское наречие, представители которого на заре истории заняли Балканский полуостров и Малую Азию и составляли переходное звено между группами греческой и иранской. Впрочем, каждая из современных групп арийских языков образовалась не из одного, а из нескольких родственных наречий. Исследуя, например, историю арийского вторжения в Индию, мы видим, как одна волна племен набегает на другую. Здесь она мало-помалу сливается с прежним и с туземным населением, давая начало современным индусским языкам. Таким образом, блондины, самые многочисленные в Исландии, на скандинавском полуострове и на шотландских островах преобладают еще в Англии, Дании и на берегах Балтийского и Немецкого морей. И встречаются реже среди населения по мере того, как мы подвигаемся к югу-востоку и юго-востоку. Хотя кое-где еще существуют более или менее значительные азисы и полосы с таким населением. Такие азисы мы находим в Андалузии, у Кабилов, в окрестностях Венеции и Флоренции, вплоть до таджиков и гальчей Зар-Равшана. Да, таджики, узбеки, они все на самом деле это все арии, но между собой различимы. На 56 гальчей приходится 9 человек со светлыми волосами, 29 с такой же бородой и 10 с голубыми глазами. На 29 таджиков приходится 5 человек с белокурыми волосами и 3 с темными волосами, 13 со светлыми бородами и 6 с голубыми глазами. Как удивительно, да? Не следует, однако, предполагать, что голубые глаза и светлые волосы, встречаемые в смешанном типе, признаки чистого блондина. Дело в том, что блондин по мере того, как он рассеялся, скрещивался с другими расовыми элементами и дает самым разнообразных метисов, которые наследуют чаще всего цвет глаз, чем волос. Благодаря этому обстоятельству возник чрезвычайно многочисленный тип темно-русого с серыми и голубыми глазами метиса, столь обыкновенного среди славян. Этот метис по большей части короткоголовый, так как короткоголовость составляет такой же верный признак происхождения от короткоголового типа Центральной Европы, как голубые глаза, признак происхождения длинноголового блондина. Ну, голубые глаза, это значит, длинноголовым был блондином. Другой метис, а именно короткоголовый блондин, порождается скрещиванием тех же расовых антропологических типов, но только в другом процентном соотношении. Этот тип, не отвечаясь ни окраской волос, ни окраской глаз, от чисто длинноголового блондина, усложняет, однако, статистику и расовую географию, основанную на цвете волос и глаз. Поэтому, чтобы с ней познакомиться, нам надо принять еще во внимание распределение указателя ширины черепа. Этот вопрос пока мало разработан, а дака ниже приведенная, ну, там, таблица приводится, она дает некоторые представления распространения короткоголовости в Центральной Европе. Можете сами посмотреть ее в книжке. Другими словами, короткоголовость усиливается по мере того, как мы приближаемся к горным цепям Центральной Европы и к Востоку. Одновременно с этим явлением замечается хотя и менее значительное усиление процента населения с темными волосами и глазами. Достаточно сравнить фризов с южными баварцами, чтобы в этом убедиться. Итак, в местностях, лежащих у подножья гор, часто встречаются типы короткоголовые с более или менее темными волосами. Что же касается глаз, то типы с голубыми глазами встречаются здесь довольно редко, чаще серыми или темными глазами, которые в горах уже преобладают. С другой стороны, скандинавский короткоголовый представляет собой мети со светлыми волосами. Смешанные светлые короткоголовые типы встречаются часто в Нижней Баварии, в Богемии. Богемия это Польша. Ой, не Польша, это Чехия. И в Польше. Словом, короткоголовые самые чистые в расомовом отношении. Ну, можно, они еще смуглые такие бывают. Встречаются сплошной массой вдоль линии от Финистера до Савои и далее вдоль горного хребта Центральной Европы. В некоторых местностях они составляют 90% всего населения. Однако к северу, так и к югу указатель ширины черепа понижается. Культурные растения и домашние животные, появившиеся вместе с короткоголовыми во Франции, свидетельствуют о том, что эти культурные приобретения происходят из Ирана или из Туркестана, где в ущельях Памира живут типы одинаковые с Авернцами. Итак, волна короткоголовых, быть может, вышла из этих стран, а затем подвигалась в Европе вдоль Дуная по направлению Швейцарии. Ну, это предположение, он не знает, возможно, так, пробираясь в горные долины. Но как же очутились в Европе? В ледниковый период равнины юго-восточной России залиты были водой. Кавказ, Скандинавский, полуостров и Финляндия были сосредоточением льдин. Моря Аральская, Каспийская и Черная составляли огромное средиземное видное пространство, отдельное от теперешнего средиземного моря и, быть может, соединенное речку Обью с ледовитым океаном. Ну, морями считаются только те, которые выходят их пути к океанам. Поэтому можно назвать их вообще-то озерами. Аральское озеро, Черное озеро и, ну, Каспийское озеро. Вот. Таким образом, передвижение племен из Памира и Ирана в Европу через русские равнины было невозможно. С другой стороны, первые остатки человеческого склета найдены на пространстве между Балтийским и Черными морями относятся уже к той эпохе, когда во Франции господствовали неопилитические, неолитические, извините, орудия и короткоголовое население. Черепа, найденные вблизи Ладоги в числе десяти, дают в среднем для указателя ширины черепа 72 и 1. Другими словами, вернее, запятая 1, дают в среднем для указателя ширины одного монголоподобного, о, монголоподобного. Человек этот жил охотой и рыболовством, ютился в ямах, прикрытых ветвями, ел сырое мясо, не знал ткачества, одевался в звериные шкуры. Видите, какое разнообразие есть тут. Вероятно, длинноголовые заселяли эти местности вплоть до исторических времен. Черепа, найденные в курганах, свидетельствуют, что от Аленецка до Курска и Киева, от Москвы до Галиции и дальше обитали длинноголовые. Например, тверские курганы дают 76 и 7, московские 75 и 9, гальские ту же цифру. То есть это указатели ширины черепа, повторяю. Короткоголовые элементы появляются сравнительно недавно. Монгольские с востока, славянские с юго-запада. Тип курганских длинноволосых появляется в германских гробницах, относящихся ко времени великого переселения народов. У нас сейчас тоже великое переселение народа ведет, благодаря кочевничеству из-за постоянных кризисов капитализма, войны и прочего. Они проявляются, кризис через войну. Следовательно, в то время, когда на Западе Европе процветает группа короткоголовых, на востоке мы видим длинноголовых, даже без всякой примеси короткоголовых. Очевидно, это было немыслимо, если короткоголовые вторглись из Азии в Европу этим путем. Следует скорее предположить, что они шли через Малую Азию, оттесняя средиземнюю расу в Кавказские горы или же смешивая с ней. Значит, короткоголовые не сразу появились в Европе. Спрашивается теперь, все ли короткоголовые вышли из одного и того пункта. При современном состоянии науки трудно сказать что-нибудь определенное. Даже в 21 веке нифига не понятно. По сей день. Быть может, среднеевропейские короткоголовые сам является помесью какого-либо монголоидного типа. Ну, не знаю. Хрен его знает, надо что-то написать. Я продолжу. Мало того, быть может, светлые славянские и финские короткоголовые такие же метисы какого-нибудь первобытного монголо-подобного типа и блондина. Впрочем, все эти догадки представляют совершенно произвольную, хотя и возможную, гипотезу. Ну, ладно. Рассуждать, мечтать не вредно. Ладно. К чему мы убедились? Что и раньше было то же самое, так сказать, да? Итак, когда же возник вот этот вот тип длинноголовых блондинов? Их, кстати, больше всего замечалось на Балтийском побережье. Некоторые ученые производят его от так называемой четвертичной каншатской расы, появившейся в Европе раньше всех других. Сюда относится неандертальский череп с резкой низкодлинноголовостью и, кроме того, еще другие, найденные также в области Верхнего Рейна. В Канштадте это Вюртенберг так называемый, да? Это город. И Эгизгейми это Эльзас. В Нолете это Бельгии. В Брюксе в Богемии, то есть в Чехии. Мне, кстати, больше нравится Богемия, чем слово Чехии. Ну ладно. В окрестности Гибралтара и, наконец, в предполагаемых пластах Плиоцена в Кастенделло Кастендол Кастен Извините. Кастенедолу О, Италия. Украинцы наверняка там были. Ну там тоже все на О заканчивается. Он сохранился в течение целых веков и затем появляется несколько видоизмененным в германских гробницах у современных Фризов. Вышеизложенная палеонтологическая картина грешит слишком упрощенной схематичностью, будучи основана на отрывочных и сомнительных данных. Об этом не следует забывать. Ну да. Итак, мы подошли наконец к чему. К следующему вопросу. Кто же положил начало арийской речи? Кто же начало? Вопрос этот старались разрешить различными путями. И сделанные в этом направлении попытки заслуживают внимания по соображениям методологическим. что же касается самих данных обусловивающих тот или иной ответ на предложенный вопрос, то они крайне сомнительны. Если финские языки согласно Тейлору обнаруживают известное родство с арийской речью, то происходит это лишь вследствие первоначального антропологического единства обеих групп. А в то время, когда они соприкасались друг с другом на пространстве между Балтийскими и Каспийскими морями, здесь же в доисторической эпохе существовал длинноголовый тип, который в настоящее время в виде помеси составляет важный элемент финского и арийского населения. Так как современная короткоголовость финских народностей происходит от смешивания их с монголодными народами, то вышеуказанные факты говорят в пользу того, что длинноголовый блондин и положил начало арийской речи. Вот, блин, опять эти длинноголовые блондины. Это возможно, возможно, мы не знаем, это вот возможно, возможно. Другие же сторонники происхождения арийцев от блондинов опираются в своих доводах на психические свойства блондинов, а также на антропологическом строении наиболее древних из исторических арийских народов. Эти ученые утверждают, что блондины постоянно выступают в истории в качестве беспокойного элемента. Колонизация Северной Америки, крестовые походы, великое переселение народов, нашествие на Испанию, Северную Африку, вплоть до Египта в 15 веке, а быть может даже в 25 столетии до нашей эры все это дело блондина. Вот, блондины какие. Даже во вторжениях ирано-индусских и илинских они играют роль по мнению этих ученых в качестве главной силы, особенно аристократических слоях. Но когда вот ученые там делают всякие экспертизы, они там берут эти статуйки там Цезаря, Гомера, Платона, Аристотеля, ну Аристотель светлорусый, там Платон оказывается чуть ли не блондином, вот как-то так все очень угарно получается, рыжие там какие-то моменты. Окраска волос большинства греческих героев, именно те, елки-палки, вот как, вот к чему, вот я с собой, знаете, пока, вот мне, мне хвалить некого, кто меня хвалит, я, да, я сам себя хвалю. вот он пишет, которым Гомер дает эпитет, родовые названия римских патрициев, Луви и Флавии, патриеты представителей строго немецкого и французского дворянства, все это указывает на блондина, как на тип, в котором воплощалась мужская энергия и геройство. Вы мне скажете, подожди, Влад, так ты же уже перечитал эту статью, я ее не перечитал, я, знаете, я пробегаю так просто взглядом иногда смотрю, о, это интересно, надо прочитать, читаю обычно там первые два абзаца, давайте вместе прочитаем, же интересно, интересно. Отсюда делает вывод, что блондины, как подвижный элемент, навязали свой язык сравнительно более пассивным короткоголовым, другие стараются разрешить этот вопрос путем лингвистических изысканий, отдельные арийские языки отличаются друг от друга своеобразным изменением звуков, например, санкскритская кис превращается в латинское куис, греческое это кик немецкое вир катварус куатар пуакам куинкэ в силу этой теории на такое изменение звуков значительно влияли антропологические причины, то есть примесь новых элементов. Подтверждается этот, например, фактом, что короткоголовые в Тироле и блондины именно с севера обладают неодинаковой способностью произношения вот этого х, х, да, чистый блондин говорит кхоник, хал, короткоголовый тиролиз, кхониктал. Сюда же относится еще другое явление именно перехода звука ф, п и х, к, например, хорн и корну, патер, патер, патерди, да, фатер, патер, патер, патер. У эстонцев встречается праума вместо фрау, у литовцев стропс вместо страф. Ну, ребята, я не профессионал в лингвистике, лингвистическая школа, ну, здесь идет чисто сейчас прям научные такие исследования. Изменения придыхательные кх-тх-пх в к-т-п к-т-п свойственным литовской, славянской, кельтской и латинской группам противоположность германской и греческой. например, мы хохлы кажем г, г, любим гроши, громадно, гарно, а вот россиянцы, они говорят г-г-г-г-г ну, г-г-г-г Таким образом, если бы теперь оказалось, что проарийская речь отличалась богатством придыхания и теряла их только впоследствии по мере того, как арийцы распространялись по Европе, то можно было бы с некоторой вероятностью предположить, что родоначальниками арийской речи являются типы, обладающие способностью произносить придыхание и что короткоголовые, лишенные этой способности, присоединялись к ним лишь впоследствии. Но вот именно этот вопрос и остается открытым, так как мы имеем только приблизительный ряд первоначальных звуков и кроме того, при современном состоянии науки нет никакой возможности с уверенностью сказать, какие звуки преобладали в столь отдельное от нас время. Звуки с придыханием или же без придыхания. С другой стороны, несомненно, что польские звуки ци-ци, вот это, рзы-джи явились позднее. Эти звуки чуждые первоначальной арийской речи возникли вследствие вставки твердого джи после буквы к-р-д джи-ка пш-пшек пш-к-пшек это дж-ке да ну и так далее. Такой особенностью отличаются кроме славянских, кельтских и латинских еще и финские языки, на которых говорят короткоголовые. Итак, решение вопроса. Где искать первоначальной родины арийцев зависит от решения другого вопроса. Именно какой тип считается родоначальником арийской речи. Если исследования обнаружат, что отцами ее были короткоголовые, то первоначально родину арийцев действительно придется искать где-нибудь в окрестностях Памира и Бактрианы. Бактрианы это там, где Афганистан. Оттуда происходят наши домашние животные растения, перенесенные к нам волной короткоголовых. И там этот тип сохранился во всей своей неприкосновенности у иранских горцев. Если же арийская речь своими существованиями обязана исключительно блондинам, то необходимо признать европейское происхождение арийцев. Впрочем, все эти выводы основываются на том предположении, что арийская речь уже существовала в той эпохе, когда человечество еще распадалось на группы, однообразные в антропологическом отношении, состоявшие исключительно из блондинов и из короткоголовых. Но, подобно тому, как из сращивания рас возникают новые расы, так, по всей вероятности, тоже происходит и с языками. Быть может, арийская речь сравнительно позднейшего происхождения появилась или получила современную свою форму уже и смешанной расы. В таком случае все эти выводы теряют свое значение. Сейчас, в 21 веке, некие такие, ну, я так, шутку скажу, то есть, вьюморно, да, некоторые исследователи из ЦРУ, они пришли к выводу, что белые люди, и арийский особенно тип, не семиты, не хамиты, потому что в этой книге разделено семиты и хамиты это одно происхождение и массы составляют, ну, многие евреи составляют семитское, хамитское происхождение и иофетское, да, это по Библии, от Сима, Хама, Хима, Хама, либо Хима, и иофета. А вот арийцы произошли, где-то там, что-то говорят, возможно, из Сибири, где-то там наша пра-пра-пра-пра-пра-пра родина. Но, в конце концов, что вот дается вот арийцам? Почему арийцы, почему на них мы сделали такой акцент? Именно арийцы построили первое советское государство в официальной истории, первое государство тружеников, созидателей. Вот так. Но они стали в авангарде. Эти арийцы называются и разбиты на такие названия, как великороссы, малороссы, белороссы. Ролик о белороссах, велороссах, великороссах, малороссах уже есть на нашем канале в плейлисте под названием «Коммунизм научный». Изучайте, исследуйте. А на этом сегодня такой вот экскурс по антропологии и психическому положению расы закончен. Благодарю всех за внимание. Сила пролет арской правде.